Вознесение Господнее. Зачем Иисус Христос вознесся? И что такое было Иисус Христос? Я вам сейчас расскажу. Когда в свое время люди жили, то они настолько погрязли в бесконечном состоянии блудности. Доказательство. Они в Римской империи ели и потом перышками рыгали. Они запросто могли убивать огромное количество людей. И народ за счет этого начал все ниже и ниже опускаться. Он начал становиться злым. Эта злоба привела к тому, что людям начало нравиться, когда они мучили других людей, разрезали их на части, делали дыбы, выкалывали глаза и так далее. Когда Иисус Христос умирал и за ним умирали его сподвижники, то он фактически говорил, пусть та боль. А почему люди это делали? Потому что вокруг появлялись гневные существа астрального мира, гневные духи, которые влияли на людей и делали их бесчеловечными. То есть вся система деградировала. Когда Иисус Христос появился и умер, то вот эту боль, которую он проявил, вот эту боль, которую проявили сподвижники, они эту боль посвятили тем существам, которые хотели поработить людей. То есть перевести их исключительно в темную сторону. Темная сторона это перегрызть всем горло, темная сторона это переубивать всех вокруг себя, темная сторона это не хотеть ни детей убивать, порабощать и сделать так, чтобы той системы и тех людей просто не было. Превратить людей в животных, чтобы люди совокуплялись, деградировали и становились ничтожествами. Они посвятили свою жизнь и вот эту свою боль, они посвятили и это сделали выкупом, для того чтобы люди были счастливыми, чтобы эффект цивилизации был и так далее. Но люди это все извратили, они не понимают настоящий эзотерический смысл религии христианства. Они видят в этом идолопоклонство, видят еще что-то, видят еще что-то и это глубокое заблуждение. Я очень уважаю Иисуса Христа. Я не считаю Иисуса Христа своим Богом, чтобы вы понимали, но я благодарен этому существу и благодарен тем, кто шел за ним, благодарен всем мученикам, потому что они выкупали род человеческий, чтобы ему было не так больно. Выкупали, чтобы он был более счастливым. Они платили своими болями, они платили своими стенаниями, чтобы люди жили более счастливо. Я благодарен всем страдальцам, благодарен всем, кто пострадал ради того, чтобы помочь существам выбраться и жить более комфортно, и жить более радостно и так далее. Это были люди с великой миссией, и их смерть, и их боль, и их страдания, они не были никогда бессмысленными. Они были посвящены тому, чтобы род человеческий выживал, для того, чтобы род человеческий не так страдал. Именно за счет них появились потом обезболивающие, потому что их дали роду человеческому, и антибиотики, и все остальное. То есть в этом есть эзотерический смысл. Теперь вы всю подноготную эзотерическую знаете, и всю эту подноготную можете именно таким образом рассматривать. Вы теперь понимаете, как устроено христианство. Вы теперь понимаете, зачем были люди, которые являлись людьми, которые страдали, и потом получили сан святых людей и так далее. Ну и теперь понимаете, скорее всего, и заблуждение данной системы. А также понимаете, как лечат в христианских или не в христианских системах, как лечат людей путем обращения, собственно говоря, к своей душе. Вот теперь вы это все знаете. Скажите, вам было полезно это услышать? Спасибо. Спасибо. Спасибо.